Привет, народ. У нас холодно. Я, правда, в прошлой влоге сказала, что у нас холодно и плюс 2. Все начали ругаться. Да я ваша мать, а у нас минус 20. У нас холодно и плюс 4. Ну, прям, небо чистое-чистое и очень холодно. С утра было минус 2. Вообще США накрыло холод. В Техас завалил у нас знакомые из Ленинградской области в Техасе, в Остине. Там 60 лет не было такой погоды. Там реальные сугробы, там реально нападал снег. И там все встало, нет электричества. Во многих домах люди сидят в холоде, без света. У них дома, надо понимать, конечно, плохо отапливаются. И в основном тут отапливается электричество. Хорошо, если есть камин. Люди как-то греются. В общем, я еще не поняла, сегодня в ТикТоке просидела и много видео из Техаса. Вода капает с потолка. Льется. Я не поняла, это что такое? Это из-за чего? В общем, ну какие-то стихи небедствия. Короче, холод сковал Америку. А я жду Натали, которая должна была приехать уже 2 минуты назад. Или я должна была за ней приехать? Нет, она должна за мной заехать. И мы поедем. Она вчера написала, какая-то косметика. На 40 долларов берешь. Подарок, целая сумка косметики. Ну не сумка, это я уже преувеличила. Сумочка. Вот. Поеду, посмотрю. Какая-то косметика, блин. Че там? Ланком, что ли? Мне кажется, это какая-то дерьмовая косметика. Может нет? Ну короче, съездим, посмотрим. У нас сегодня все дети в школе. Моника сидит за птичками, наблюдает. На солнышке греется, черная сучка. Ну что, у нас какие новости? У Насти коронавирус. В пятницу мы все сидели. Все мы играли. Нам было весело. А в субботу она сдала тест. Экспресс-тест. И все сразу, все положительно. Вот. Мы пока себя чувствуем нормально. Причем, что Рома с Мариной тоже сдали тест. И он у них отрицательный. Вот. Я вроде бы начала... Сначала сомневалась очень, что у нее вообще коронавирус. Потому что у нее только насморк был. И состояние просто такое простудное. Но у нее пропало обоняние. Так что мы все в ожидании коронавируса. Натали. Моня, домой. Моня, домой. Это не тебя. Домой. Домой, 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 домой. Иди на место. Иди на место. На место, на место, на место, на место. Давай, дорогая. Скоро приду. С тобой твоя корова. Иди. Иди, иди, иди. Домой. Иди на место. Иди на место. Я знаю, ты не хочешь. На место, девочка моя. Я приеду через часик. Люблю тебя всем сердцем. Давай, давай, давай. Иди на место. Видео. Это Наташа, кто еще не знает. Куда мы едем, Наташа? Мы едем в Санспорт Мал. А-а-а. Может, мне нужно было подготовиться к этому? Мы едем в Мэйсис. Там большая распродажа, нет? Там, если тратишь 40 долларов, тебе дают подарок. А подарок, как бы, по цене оценивается в 179 долларов. А нам нужно 40 долларов потратить именно на косметику ЛакОст? Да, ЛакОм. ЛакОм. Мы с Сашкой купили в последний раз две помады. Они по 20 долларов. Одну ей, одну мне. И нам дали подарок. Ну, там нормальный, там дневной крем, там ночной крем, там пена для умывания, там тени и помада. Ой, мы приехали в Мол. Мол, это Саус Мол. Саус Парк Мол. Ну, это вот подарки. То есть, или вот этот набор до румян, или вот с тенями. Тоже крем дневной, ночной. Какая-то сыворотка омолаживающая. Вот. Сумочки. Ну, что нам надо? Я должна в такой вот. Тут же еще в подарок дать. Это в подарок? Да. Ну, тут же в небольшая. Маленькая. Правник. Да. Ну, я не знаю вообще, какого размера, но написано, что это правник. Ну, так и, что нам надо-то? А нам что-то надо. Я в тот раз купила две вот такие. Вообще прикольно. Один, Саша бесцветный, а один, такие розники. Наташка в раздумьях, чтобы купить такого ненужного, чтобы ей подарили еще ненужный подарок. 72% скидка. Ральф Лорен. Бижутерия. Это вообще на шнурочке. Пластмасска. Что-то мне подсказывает, что обязательно потемнеет. А цена Ральф Лорен. Браслет вот такой, 55. Вот этот прикольный. А вот этот прикольный. 38. 38. Я так раньше любила браслеты, но теперь у меня, почему-то у меня только левая рука для браслетов, а теперь у меня там часы. Я совсем перестала носить браслетов. Интересно, правда, типа, потемнеет, не потемнеет. 32 сережки. Ну, на вид прям такая голимая бижутерия. 65% от оригинальной цены. 44 доллара браслетики. Ну, чего такие браслетики. Вот эти вот мне нравятся такие, ну, блин. Ну, во-первых, гвоздики. Я не люблю гвоздики. 30 долларов минус 60%. Ну, копейки. Копейки, копейки. Вот это мне тоже нравится. Была другая женщина, но ничего мне не дала никаких дискаутеров. Какое отвратительное. Как мне их совесть позволяет. Наташа говорит, дайте моей подруге, она ничего не купила, говорит, дайте ей подарок какой-нибудь. А мне надавали, девочки, целый пакет. Два для глаз, два крема для глаз, одну умывашку, причем такую. Крем для глаз малюсенький, но они сами по себе малюсенькие. Умывашку полноразмерную. И еще один пробник. Ну, пробник, пробник прям. Это ли не чудо? Типа, разжи-то, лампочку ставили в коробку. Да чего? Да чего докатились, ужас. Красота какая. Психолог, наверное, скажет, что это заболевание какое-то, но кажется, выглядит как страшная вагина. Да, мне тоже нравится. Я смотрела, такие черные, прикольные. Там есть, и на них скидка 65%. Вот смотри, вот это Валентина, 300 баксов. Посмотрите, у нас какая погода. У нас на улице сейчас 8 градусов. Я только здесь узнала, что Анютины глазки, это зимние цветы тут считается, осенью на все клумбы высаживаются Анютины глазки, потому что они не замерзают. И у нас уже, мне такое ощущение, что они начали распускаться и подмерзли сегодня ночью. Потому что ночью было в минус 2. Но это весна, это весна. Вообще красота. Это смотри, это как верба у нас. Да? Да. Пушистики. Нет, это бутоны такие у них. Да, это мохнатка отваливается, а там внутри бутончик. Видишь, цветочки. Цветочки, цветочки. Которые распустились успели, они подмерзли сегодня. Мне кажется, это какая-то магнолия тоже. Здесь у нас холодно. Алекса, стап! Нелли пришла со школы и принесла. Они учатся с понедельника по четверг. И в четверг они обычно приносят весь стап свой школьный. То есть в понедельник они уносят компьютер, тетрадки и все, что у них есть. А в четверг это приносят, потому что пятница у нас онлайн день. А сегодня среда, и она принесла все. Оказывается, мы завтра ожидаем какую-то зимнюю погоду. То ли дождь, то ли снег. И, возможно, на завтра отменят школу. Сейчас я видела в новостях, что обрабатывают дороги на завтрашнюю зимнюю погоду. Вот, это из новостей. Завтра будет холодно, походу. Но снега не ожидается. Дождь я видела. Видать, боятся, что это все просто все подмерзнет. Вот. А я что-нибудь нужно покушать, приготовить. И у нас папа приедет у нее переночевать. Наташка мне подарила штор. Еще подожим. Эти у меня были. А я искала типа тюли что-то прозрачное, более прозрачное. И на люверсах. И не могла найти. Ни в Волмарте, в Икею ездили, не нашла. Ну, вот Натали из своего залежавшегося мне преподнесла. Ну, неплохо. Пускай будет. Кто там, Моника? Кто там? Кто там? Кто там? Да кто же там? О, носа вот. А, Муни. Привет, красавица. Папа, ты угадаешь, что это? Нет. Моня! Я. Так. Это? Вот так? Нет, вот так, да. Это как-то все взаимосвязано? Да, 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 да. Бам! Так, нет. Это ухо. А-а-а. Горная, американская собака. Горная. Угольная. В общем, да. Это ухо. Не стыжи. Монь, ты что, ссыка уха, что ли, оказалась? Да, радостяк, чуть-чуть ссыканула. Всем привет. Я видео вчера не сделала. Знаешь, почему я вчера видео не сделала? Ушла от тебя в Полину комнату, чтобы сделать видео. И просидели с девками в Клабхаусе. Это такая штука классная. Ты приедешь, я тебе сделаю все настроен. А сейчас время... Сидеть надо, мне не требует сидеть. Ой, посмотрите, дядечка занятой какой. Это, ну, время три ночи или утра, даже не знаю, как сказать-то. Да, надо ехать мужика на работу проводить. А на улице у нас дождь. Клабхаус. Новая соцсеть. Не очень новая, но вот она стала популярной последней буквально недели. Тут нужно приглашение. Просто так не зарегистрировано. У меня было два приглашения. Извините, я одно берегу для Эдика, а одно Полине отдала. Вот. Ну, сейчас уже говорят, эти приглашения на ebay продаются. Даже говорят за 800 долларов. Да ладно. Ну? Ну, в общем, там будут скоро все. Там будут скоро все. Просто подождите. Обязательно кто-нибудь из ваших друзей туда попадет, из знакомых. И все это... Все там скоро будут. Это дело не за несколько дней. Получается, ты разговариваешь, заходишь в комнату. И ты... Ну, как будто в темной комнате, потому что ты никого не видишь. Но ты можешь... Если ты модератор, ты создал эту комнату, ты добавляешь собеседников. И вот мы вчера с шестером разговаривали. То есть это можно устраивать какие-то интервью, дебаты. Очень интересно. Можешь просто в сторонке постоять, послушать. А можешь принять участие, поднять руку и принять участие. Мне кажется, как-то вот там не очень продуманно еще можно... Те, кто стоят в сторонке, было бы классно, если бы они могли писать сообщения. То есть комментарии какие-то к разговору. То есть они не хотят разговаривать, но писали бы комментарии. Но такого нет. То есть или ты стоишь, слушаешь, или ты ввязываешься в разговор. Одновременно могут говорить куча людей. Мы не успели позавтракать дома. Ну, Эдик, уехать надо. И он пока машину прогревает, я поехала ему за кофе. Время это 3 утра. Вон там эта милая женщина за кассой. Молодая черная девушка. Подарила мне кофе. Она мне пожелала хорошего дня и сказала, что кофе это мой подарок. Но они милые. Это, конечно, полтора доллара. Это ерунда какая-то. Мам, иди в попу, да?